День добрый! Конец июля. Это опять дача в Лепесу со своей картошкой. На дворе плюс 32 в тени. Лето в этот раз, ну почти как прошлое, не ленинградское. Сейчас в двух словах расскажу, как картошечка поживает. Цветет она, в общем, продолжает. Вся практически. И наши старые сорта, и селекционная аврора. Селекционная аврора вообще вон разгулялась, удержу нету. Самая лютая ботва. Престойнее всех себя ведет сорт у дача. Уже ботва немножко так линять начала, цветочки осыпались. Ну так, соответствует к концу июля месяца. Ну а вот тут, да, у нас разгул. Вот она, аврора, купленная на селекционной станции. Ой, только не говорите мне, что нужно цветки обрывать. Я один раз попробовала. Если их оборвать, она снова будет свисти. Причем тогда до сентября. Так что я не знаю, что с этого дальше будет. Будет у нас картошка или не будет. Ну, ботва у нас уже есть, да. Ну а вот немного об экспериментальной посадке из семян. Семена были сняты в прошлом году с сорта у дача. Ну что, ничего так. Весь в мамочку. Кустик. Он даже цвел. Но цветочки уже опали, пока я камеру пронесла. И, похоже, даже будут ягоды. В общем, этот весь в мамочку. А вот кто его, папочка, неизвестно. И что из этого получится, будет ясно года через три. Ну, если с нашей картошкой все более-менее понятно, то если хотите настоящий трэш увидеть, сейчас покажу, как выглядит помидор в открытом грунте. Ну, это такой хитрый помидор. У нас помидорный куст растет на окне в городе. Помидорки дает, все такое. Я решила быть очень умной. И черенки от этого помидора взяла на дачу. Ну, в надежде, что от черенка-то оно быстрее пойдет. И у меня уже в июле в открытом грунте будут помидоры. Но промашка вышла ужасная. Эти черенки сгорели на солнце. Вообще листья все стали бледно-желтые, все отвалилось. А потом от стволика пошли новые листья. Такие уже узенькие. Помидор атоптировался к настоящему солнцу. Ну, и вот сейчас, на конец июля, имеем вот такое чудо. Я, конечно, понимаю, что надо было, да, там лишнее отрезать, пасынки убирать. Да там сам черт не разберется. Ну, в общем, да, вряд ли у нас будет много помидоров. Ну, а вот еще три ящика с продолжением того же самого помидорного куста. Черенков-то у меня было несколько. Но тут вообще мамочка кричит караул. Это он мне таким образом отомстил за то, что сгорел. Не, ну, вон сколько цветов, все такое. То есть, в общем, помидоры-то должны быть, конечно. Но я боюсь, что мы уже не успеваем. В августе придет фитофтороз. Очень жаль. Не, вон там, вон они есть. Только немного. Ладно. В будущем году буду умнее. Посажу в мае и прикрою от солнышка. А так, дело идет к тому, что в конце августа придется переименовать канал из дачи в Лепесуа в колхоз 15 лет без урожая. Ну, ну что, ну, на ошибках учится. Зато хоть посмотрела, до какого состояния может дойти помидорный куст на свежем воздухе. Хочется надеяться, что хоть картошка не подведет. Ну, а хоть бы вот по 3 килограмма с куста накопать, и уже было бы, уже бы нам хватило. Но что-то я сомневаюсь. Ладно, август покажет. А так, да. Лето теплое. Да вообще, просто рай какой-то.